40 миллиардов рублей выделит правительство на поддержку рынка труда в регионах в условиях санкций. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишостин. Также в России расширят полномочия службы занятости. Теперь туда смогут обратиться и те граждане, которым только грозит увольнение. Все эти меры по оценкам властей позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда. Ранее ряд экспертов прогнозировали рост безработицы в ближайшие месяцы. Эти темы мы прямо сейчас обсудим с руководителем пресс-службы Хатхантер Сибирь Лилии Исауленко. Добрый вечер. Добрый вечер. Лилия, с конца февраля десятки иностранных компаний заявили об уходе с российского рынка и продолжают это делать. Как это отразилось на числе вакансий? Ну, смотрите, важный момент, что все-таки не все ушли, некоторые взяли паузу, поэтому эксперты сейчас сходятся в том, что нужно подождать конца апреля и тогда уже будут приняты решения, остаются ли эти бизнесы в России или они все-таки уходят. И если уходят, то реакция рынка будет более заметной, однако надо понимать, что не фатальной, потому что по оценкам не больше 20% работников российских занятых иностранных компаний. Сейчас пока еще не очень много времени прошло для аналитики, для того, чтобы делать какие-то глобальные выводы, поэтому мы пока сравниваем, как меняется ситуация по неделям и сравниваем полную неделю относительно тех показателей, которые были в последнюю спокойную неделю, мы ее называем, с 14 по 20 февраля. И вот если смотреть, что происходило, скажем, на последней неделе относительно этой самой спокойной недели, то спрос со стороны работодателей сжимается и сжимается на протяжении всех трех недель. И в частности по Красноярскому краю мы увидели за последнюю неделю сжатие на 16% спроса. То есть сейчас основная стратегия работодателей, российских в том числе, это немножко притормозить и подождать, как будут развиваться события, потому что все-таки с точки неопределенности очень сложно. Лиля, а в каких сферах с конца февраля больше всего сократился спрос на персонал? Ну вот смотрите, самые большие сокращения коснулись профсферы страхования. Там сокращение спроса, мы сейчас говорим о Красноярском крае, минус 62%, самое большое минусовое значение по динамике. Дальше в диапазоне от минус 30 до минус 40 сокращение спроса произошло в сферах развлечений и медиа, автобизнес, наукообразование, маркетинг, реклама, пиар, банковское направление и административный персонал. Но смотрите, тут очень важно смотреть еще не просто на динамику, но и как развивается ситуация в тех профсферах, где самый массовый набор, потому что есть профсферы, где требуются десятки или сотни специалистов, есть профсферы, где требуются тысячи специалистов. Для Красноярского края такие самые главные три кита, три профсферы, где требуется больше всего количественных специалистов, где активнее всего набирают, нанимают персонал. Это сфера продаж, и в феврале это 30% было от всех активных вакансий, размещенных в крае. Дальше это сфера строительства и сфера рабочего персонала. То есть если смотреть на эти направления, то там тоже спрос сжался. В продажах это минус 16% на прошлой неделе, относительно спокойной недели, о которой мы говорили уже. В сфере строительства это минус 11% и в сфере рабочего персонала минус 15%. Лилия, вот перебью вас. А где-то есть прирост? Ну такой четко заметный вот за это время. Прироста нет ни по одной из 28 профсфер, по которым мы анализируем ситуацию. Могу сказать, где наименьшее сжатие спроса произошло, это две профсферы, это сфера безопасности, и меньше, чем в других, сократился спрос на молодых начинающих специалистов и студентов. Вот минус 7% – вот это самые минимальные минусовые значения, по крайней мере сейчас видим. Ну и какой все-таки главный тренд на рынке труда в России сегодня? Ну вот из того, что я сказала, тренд главный для работодателей – посмотреть, что будет дальше. Для соискателей скорее все-таки прощупать почву, оценить свои возможности, есть работа или нет, востребован я как специалист или нет. Но в целом вот есть ощущение, что тренды будут повторять те, что мы наблюдали в период первой ковидной волны и в период первых локдаунов. Те работодатели, кто не сможет сохранить объем производства или где сократится спрос, будут искать варианты для оптимизации. И это будет, скорее всего, что-то связанное с переводом на частичную занятость, с максимальной привязкой к результату, то есть к издельной оплате труда, возможность перераспределения нагрузки, то есть на человека возрастет при той же зарплате, той же должности, объем работы. Поэтому вот так. Но массовых сокращений, скорее всего, не будет, предпосылок для этого нет, потому что все-таки, если смотреть, динамика, может быть, выглядит пугающе, но очень важный показатель – это соотношение резюме, количество резюме к количеству вакансий. И вот если оценивать этот показатель в Красноярском крае, он подрастает. Да, вот на последней неделе он достиг значения 3,8, в феврале он был 3, но надо понимать, что 3,8 – это ниже нормы, комфортная для рынка труда, потому что она 5-6 резюме на вакансию. Поэтому даже при сжатии спроса, вот все, что касается Красноярского края, здесь рынок труда остается дефицитным даже на фоне того, что снижается спрос, потому что людей не хватает. Понятно. Спасибо большое. Это была руководитель пресс-службы «Хатхантер Сибирь» Лилия Сауленко. Мы говорили о ситуации на рынке труда в Красноярском крае.